это же была легенда это один из краеведов чудо революционных писал когда устанавливали вот этот памятник фонтан пушкину на приморском бульваре на николаевском бульваре строганов уже у него думал на приморском бульваре на николаевском то вот времени и он своей сестрой седали политикой как писали подходил на то расстояние к памятнику пушкину чтобы доплюнуть до него терпеть его не мог он там еще возмущался какие кинжальщиком еще ставят у нас памятники ну такое действительно было на самом деле ошибки делают все это нормально в этом мне нравится наш юрий зоотроп так как он снимает я снимаю одним дублем и пусть земля разве цельное вырежет если будет имя если не будет и так будет так дорогие друзья к нам обратилась наш подписчица ольга которая проживает в германии с просьбой найти определенное захоронение ее родственника которому было 17 лет и погиб в далеком 904 году захоронение на втором христианском кладбище как раз для этого и нужны исследователи некрополисты как наш любимый андрей про которого сегодня будет большой ролик мы специально начинаем именно с этого так совпало что мы только пару дней назад записывали большой ролик про него с его экскурсии и тут как раз нам обратились такой просьбы естественно мы пришли с ним сюда и он нам помог таки найти эту могилу андрюх огромное спасибо оля вот захоронение вот непосредственно ваш племянник я примене не может быть дядя дядя тишков н.п. 1927 1944 год к сожалению на могиле выцвели буквы ничего не видно видите но мы смогли вот так вот если под углом можно прочитать и посмотреть так дорогие друзья цените людей которые занимаются в том числе такими исследователями наш уважаемый андрей это тоже некрополистика то есть это люди которые способствуют и изучению не только изучения сохранению потому что если они бы это не сделали мы бы это не нашли сейчас например кто это исследует и соответственно мы в этом не знали потому что кладбище так как живой город у нас носятся дома профессиональный историк вы уже поняли да мало того он на этих любим любим экскурсантами вот ценим любят ходить вот как раньше ходили за нетребским хвостиком так ходят за кранта за андреем когда я не буду думать так ходят за андреем он идет на словацкое кладбище не знаю как они узнают все за ним хвостиком он идет на троицкое кладбище был троицком не там на самом деле сильно постараться все идут туда он идет там по какой-то улице всем туда то есть лавры такого знаете народного одесского краеведа в общем-то достаточно в юном для краеведов возрасте андрей уже есть так доброе утро всем сегодня мы продолжаем 22 часть нашей экскурсии сегодня мы поговорим о второй части уже более таких делах скажем скорбных это конечно одно из самых известных больших кладбищ города одессы это старая или первая многие его первым христианским называют но мы должны понимать что это комплекс кладбищ то есть мы сегодня пройдем сам парк преображенские так называемые это именно христианское кладбище слева зоопарк тоже располагается на этом месте плюс там за забором мы будем туда подходить там у нас и магометанский участок был он выходил на внешнюю ныне пока еще мечникова посередине это караимское кладбище было и слева ногой образно шло по высокому переулку от водопроводной это еврейское кладбище то есть еще там был небольшой участок самоубийство я так понимаю что в конце концов он влился просто магометанский участок это со стороны высокого переулка и мечникова то есть как вы понимаете уже здесь проходили видели да и без меня знаете вокруг всего этого нынешнего парка такие маленькие одноэтажные двухэтажные домики это бывшие богадельни где-то сейчас она там принадлежит часть зоопарку где-то это обычные жилые дома и они так идут вокруг и заканчиваются грубо говоря такой треугольной площадью это где у нас лазарева вернее генерала ватутина высокий переулок и внешняя там у нас еще сохранились тоже перестроенные но есть все-таки тоже богадельник особо кладбище мы сейчас зашли с вами через современную арку магомета магометанский мавританскую как ее называют понятия не имею почему ее в таком стиле построили затем были должны вот так конечно если бы все это не было уничтожено да это арка которая выходила на преображенскую да это аутентично это причем это еще перед сносом потому что это недореволюционный скан за революционной картинки это уже двадцатые или тридцатые годы скорее всего началом сами кладбище то есть мы считаем что это первое кладбище одессы но опять же не будем сейчас разводить эти споры сколько лет одессе на самом деле во времена хаджбея здесь было как минимум два кладбища это еврейская на шкодовой горе мы сегодня будем еще касаться человека историка самуила пена который когда-то там был в начале двадцатого века но к сожалению он не зарисовал не сфотографировал но он описывает там могилу на том кладбище это район нпз нынешнего но это кладбище застроено том что там похоронена некая двойра и год ее смерти это 1770 то есть мы должны понимать что это хаджбейские евреи как потом у самых называет они занимались обычно понятно взяли манов это добыча соли а потом конечно саму хаджбей было кладбище и мусульманское и судя потому что находили эти останки погребенных там уже в начале в середине девятнадцатого века там были как и на восток и так и на запад соответственно там хоронили как и мусульман так и христиан то есть первые такие находки они в принципе локализировались это греческая екатерининская район два карла всем прекрасно известные и дальше кстати к театру там тоже находили при перестройке еще того старого театра который позже сгорит тоже нашли два захоронения то есть свидетельство о том что у хаджбей в принципе тоже это кладбище было на то время для хаджбей который в принципе так расползся по берегу моря это были окраины так как и сейчас мы с вами находимся черта портофранко хотя кладбище входило в город хотя мы понимаем что старый портофранко здесь приходит то есть тогда это тоже была окраина почему он здесь и появилась ну а будем считать его первым старым христианским и так самый интересный вопрос это когда она действительно появилась у нас есть две версии которые часто может встретить в любом сейчас даже электронном ресурсе это таких два года за которые постоянно цепляются это 1790 1792 до появления образования города одесса уже на месте хаджбея почему почему это произошло то есть зафиксирована есть фотография что здесь на именно христианском кладбище было захоронение бригадира рибапьера на нем на памятнике вот сейчас я покажу была дата если конечно на скане будет видно 1790 год вот эта книга олега губаря смирнова и михаила борисовича позднера где вот человек владимир смирнов он в двадцатые тридцатые годы прошлого века ходил чувствовать что этому кладбище уже почти моя фамилия уходил фотографировал и записывал мало того что это были фотографии он еще и переписывал все эпитафии все слова буквально все что сохранилось конечно и вот он фотографировал тоже вот это могилу этого бригадира либо пьера 1790 год ну тут сразу на ноги знают он участвовал взять и измаила там же и погиб то есть но у нас принципе об этом особо так и понимаю не парились поэтому 1790 год у нас значится первое захоронение значит кладбище уже было еще до размежевания земель еще до чего-либо таких либо планов города одессы а якобы она уже была на самом деле на киевский архивист историк уже покойный к сожалению ван дивный он проследил историю жизни вообще этой семьи это род из италии потом они долгие годы столетия жили в швейцарии и как принципе судьба многих военных это были наемники то есть это было как назвать швейцарец швейцарский наемник который позже перебирается на территорию российской империи его род уже остался здесь они в основном дислоцировать находились вернее это был санкт-петербург то есть но вот он участвует как раз в этой войне русско-турецкой очередной и он был единственный старший офицер кто вообще погиб то есть выше чем чин бригадира то исполковника тогда никто не погиб поэтому собственно говоря только либо пир его похоронили изначально действительно возле измаила каким образом это надгробие попала сюда опять же не историк дивный рассказывал и свои книги писал о том что его сын позже после крымской войны а тут нужно вспомнить что тогда после крымской войны и южная часть бессарабии отходит опять османской империи туркам он вывозит прах своего отца и привозит сюда в одессу причем на этом еще история не заканчивается скорее всего как доказывает дивный прах либо его rats либо пьера здесь некоторое время находился вместе снабгроб�я а потом он его же опять же переводит еще и в санкт-петербург и скорее всего надгробия просто здесь осталось либо пьера здесь не было ну некоторое время скорее все он находился также кстати дивный показывает то что многие источники еще 19-го века начала 20-го указывали что на первом городском кладбище была могила инзово все мы прекрасно знаем что его перезахоронили болград то само надгробие возможно какие-либо пьера но это предположение и дивного естественно моё сейчас что просто надгробие долго оставалось потому что одесский листок в 12 году писал что он вообще лежит в кустах крест это колонна которая здесь была то есть мы должны понимать что это было точно перезахоронение как бы это подтверждено вторая дата 1792 год а это уже касается не христианского кладбища это тот участок где мы будем заканчивать это еврейское кладбище тоже но или старое или первое как хотите но первым вы понимаете но не могло быть потому что все-таки на шкодовой горе но было так вот там были ворота на которых была надпись что кладбище сие сооружено в 1792 году но самое интересное что ворота эти построили в 1862 году надпись появилась через 70 лет опять же тот же самуил пен показывает рассказывает о том что самое старое захоронение он указывает 1793 год причем на могильном камне и было написано что это первое захоронение этого еврейского кладбища то есть мы здесь уже цепляемся более такая тема интересная 1793 год действительно скорее всего это было захоронение но есть предположение оно ничем не подтверждено что это тоже перезахоронение например с того же хаджибейского кладбище ну пока так а если же обратиться опять к работе смирнова то то что он успел найти сфотографировать то самое старое датированное то что он видел 1920-30 годы это было захоронение крест уже разбитый на то время 1796 год так что будем наверное пока отталкиваться того что в середине 1790 годов до кладбище уже каким-либо образом функционировал то есть оно было точной даты я думаю вообще вряд ли мы когда-либо сможем сказать потому что на картах она довольно поздно появляется и карта в этих планах очень сомнительный источник потому что тоже 2 христианская появившись раньше она не дать и не показывается на картах то есть просто пустопорожний участок это же связанный со слободским кладбищем то есть мы видим на карте просто пустой участок хотя уже там хоронили в то время и в принципе когда он появляется разбивается но изначально на такие вот участки это было христианское и еврейское потому что позже мы поговорим о караимах и магометанах мусульманское кладбище появится намного позже заезжали конечно отсюда здесь на самой всей территории сохранилась одна аллея оригинально вот мы сейчас по ней пойдем и собственно говоря это на 1 место где мы не идем по чем-то могилам тут мы подойдем к мемориалу который не так давно был открыт буквально было сколько четыре года назад 2020 году а ну как понимаете как бы он был открыт и на этом закрыт тут еще планировался музей но как обычно нас в одессе деньги выделили хоть на что-то успели что-то сделать все остальное уже и тогда не сделали а сейчас тем более тысячу долго никто не будет делать но по крайней мере здесь увековечили много имен далеко конечно не все и здесь нас на стендах и там дальше с графическими справками о некоторых персональных мы сегодня с вами еще поговорим давайте посмотрим в принципе как оно выглядело то есть вот в принципе с вами зашли отсюда мы видим христианское кладбище дорога на большой фонтан это внешняя в Мечниково и здесь у нас уже внутри караимское кладбище мусульманское и еврейское как говорил г-образное тут вход специально был для мусульманского кладбища вот эта аллея который говорил мы еще по ней пройдем естественно она вела почему так вот собственно говоря потому что к храму шла мы там еще подойдем храм тоже к сожалению не сохранился и еще что интересно вот например те же фотографии смирнова мы видим как выглядели первые памятники надгробия то есть мы должны понимать что это не казацкие кресты это каменные кресты возможно здесь и действительно были захоронены мы еще подойдем и покажу памятный знак и сохранившийся кстати реальный каменный крест который здесь находится вот на одна из самых старых фотографий это 1805 год могила частного приступа степана бирюкова все это прекрасно видим тогда еще не возводили такие уже красивейшие надгробия склепа которые появятся потом и понятно одесса только собственно расстроилась поэтому особо денег на те времена не было а тут нужно вообще еще поговорить о нашем городе как собственно городе огромного количества кладбищ даже на сейчас территории города в предместе города огромное количество сохранилось или те места которые когда-то были для захоронения одесситов у нас наверное сейчас нужно вспомнить если взять нынешнюю территорию города самое старое это кладбище на хаджбейской дороге по разному называют сотник с косячи принципе это уже современное название просто там казацкое кладбище действительно оно сохранилось очень хорошо в отличие от тех же кладбища усатого нерубайском других вот предместе города одессы потому что в свое время жители нефтеперерабатывающего завода туда отселили и соответственно там никого практически не захоранивали если я не ошибаюсь на хаджбейском кладбище там 1962 или 64 год это было последнее ну скажем так официальное захоронение ну что про действующие кладбище так сильно не скажешь когда там было последнее захоронение и поэтому они там сохранились но было по-разному потому что эта территория она же вообще изначально это села куяльник были потому что хаджбейский лиман тоже куяльник назывался и не всегда находила состав города если уже брать именно сам город то наверное сейчас можно поговорить о трех кладбищах это или на Дмитрия Донского это Кривобалковское и Слободское то есть возможно им по 200 более лет потому что ну Слободское явно начинает формироваться после 1830 годов когда Слобода появляется там Кривая Балка была раньше и кладбище возможно и раньше там много сохранилось крестов каменных но они практически не подписаны а там где есть дата жизни или смерти это уже или 30 годы прошлого века то есть они не старые там такого нет как на других казацких кладбищах много конечно у нас не сохранилось включая где мы сегодня у нас и парк Шевченко это карантинное кладбище и первое кладбище Люсдорфа которое уползло просто в море сейчас то что есть в Люсдорфе там практически там кроме одного полуразрушенного склепа начала 20 века ничего уже не сохранилось это были маленькие кладбище это на улице Лиманной это на Большом фонтане причем там уничтожили практически три таких места то есть само кладбище на углу Долгой и дачи Ковалевского современной Амундсена а само монастырское кладбище было уничтожено потому что то что вы видите внутри мужского монастыря возле маяка это уже 1956 году отвели это место там потом позже со Слободского перезахоронили шесть архиепископов пять пять архиепископов потом еще было захоронение на месте бывшей церкви которая была на Большом фонтане это Константино-Еленинская церковь ее построили ее устроили кстати довольно долго потому что там было обрушение то есть уже был какой-то нехороший знак и там свое время в 1903 году когда умер меценат это была Елена Мармарина там дом например на канатность Мармарина дом дворянской угол Нежинской сохранился это Мармарина где трамвай поворачивает она выделяла на это деньги ее после смерти похоронили в склепе возле ограды в ограде вернее этой церкви ну понятно сейчас не церкви ни склепа этого нет возможно еще кого-то то по захоранивали то есть тема церковного захоронения вообще долго и интересно потому что в каждом храме были какие-либо захоронения даже здесь всехсвятском храме несмотря на то что он находится внутри кладбища внутри были захоронения тоже священников хотя рядом был справа участок где захоранивали священнослужители после их смерти тоже можно вспомнить и судьбу захоронений Морозли, Лонжерона к сожалению тех же Воронцовых ну слава богу хотя бы каким-то образом сохранились после стольких лет перетурбации куда их только не возили итак мы с вами здесь можем пока несколько фамилий посмотреть как бы как эта подборка происходила я не знаю здесь нет например подряд что мы шли там архитекторы писатели художники еще кто-то здесь да здесь взяли считали нужно то есть мы видим например первые фамилии они вот сугубо жилецов портнов мигунов андросов протасов овчинников новиков ростовцев это старобрядцы одни из первых поселенцев большая часть из них была городскими головами первого периода города одессы в том мы видим уже и греческие фамилии и французские и остальные то есть там у нас часть идут архитекторы какой был алгоритм появления этих фамилий именно в таком порядке я честно говоря не знаю здесь у нас такие небольшие строчки ну здесь понятно здесь принципе выделили самых наверное известных представителей сегодня мы еще родецком поговорим буквально вот скопа мурзакевич маранди морозли ну конечно практически все фамилии которые здесь обозначены они или в топонимике улиц города одессы сохранились или принципе памяти одесситов довольно хорошо тоже отложились само кладбище позже него естественно огородили сначала рвом потом уже появляется на забор он делился тоже на участке именно христианский участок здесь были естественно католические захоронения причем очень часто выделялось что самую ухоженная часть кладбища это было евангелически протестантские захоронения они за своими очень хорошо следили и казалось бы что раньше вроде бы как должно было быть лучше да на самом деле сколько ни раз не попадалось кладбище захламленное захоронение вообще не вряд ли по участкам сюда приезжали молодые люди ставили на гробе бутылки стреляли из оружия них дамы сомнительного поведения очень прекрасности тоже чувствовали вольготно причем это середина 19 века то же самое есть в описании но тоже понятно это 20 благословенные годы когда большевистский рай должен был наступить уже поэтому там уже понятно там шло уже полнейшее разрушение и как вы видите здесь ничего не осталось мы кое-что увидим еще действительно оригинально сохранившись это кладбище из надгроби но куда все это делось и вот мы сейчас с вами подойдем к месту где был захоронен родецкий огромнейший памятник был глыба склеп и куда делась она потом куда все это разнесли к сожалению мы не знаем сохранились только четыре оригинальных тумбы частично то что здесь иногда находят там остатки крестов еще что-то их передавали я знаю в музей христианской одессы вот на успенской который находился потому что как бы куда-то жить деть надо домой то это не заберешь явно итак продолжим у нас здесь такой мемориальный знак стоит примерно здесь потому что говорить на сто процентов что именно на этом месте находился склеп захоронения генерала родецкого мы не можем потому что скорее все это все-таки приблизительно но было удобно в том что очень много иконографики сохранилось вот мы видим это например журнал него после установления собственно говоря этого памятника они даже в неве написали но это литературно в основном конечно журнал был но тут много было фотографий по одессе и статей это уже именно после открытия памятника вот это все удовольствие обошлось 50 тысяч рублей причем император хотел это все оплатить тогда у нас александр 3 был но вдова родецкого отказалась и собственно говоря все эти деньги вы понимаете на тот период это огромнейшие деньги 50 тысяч рублей она оплатила все эти работы сама и так генерал родецкий который абсолютно не связан с городом одессы все здесь не родился здесь не проживал мы его знаем слышали это герой шибкинского сражения обороны шибки там и шибки тоже есть памятник родецкому сам он позже когда уже выходит окончательно в отставку он решает перебра решил перебраться в одессу он себе подобрал квартиру то есть это не дом мы знаем к сожалению тоже пострадавший дом преображенская 2 там еще есть это мемориальная доска скорее всего и там вот у них была квартира куда он собрался переезжать и принципе переехал но перед этим случилось такое вот несчастье на одном из смотров на одном из парадов которые проходили он упал с лошади ну 70 лет плюс лошадь скорее всего он опять же вот эта страшная травма для пожилых людей повредил берцовую кость и к сожалению буквально он некоторый период совсем немного прожил там доме и умирает то есть ну захоронение такого героя по сами похороны похоронная процессия ее тоже описывали в газетах она была очень конечно на то время шикарной потому что даже там морозли и говорил что не успели так оценить собственно вклад человека который много сделал ну то время для империи и вот он только приехал в одессу к сожалению скончался то есть здесь есть небольшое описание мы смотрим памятник изображает скалу напоминающую местность шибки на скале воодружен креста у креста стоит фигура генерала родецкого в одежде витязя а причем левую руку он обнимает креста в правой руке держит опущенный меч с плеч фигуры спадает плащ фигура покойного генерала в три аршина вышины высоты сделано из темной бронзы представляет чрезвычайный величественный вид вообще весь памятник во всех деталях чрезвычайно красив на самом деле да это единственный клубичинский памятник который входил все описания всех наших справочниках чечеровной одессы включая каханского не помню может быть и москвича это описывал то есть опять же наравне там с памятниками воронцова пушкина позже там же коржинский появится который тоже здесь кстати был похоронен он входило все справочки все эти описания люди сюда приходили посмотреть именно чисто вот как на красивейший памятник вот это чуть-чуть другой стороны была фотография сделана со стороны молдаванки ну и так как у нас огромное количество видов одессы попадала на то соответственно это же изображение попала на открытку чем она интересна там возле самого постамента иннглобия стоит мальчик и мы можем просто сравнить ее высоту скульпта кстати дабл шерлд все это отливалось дело с петербурги привозила сюда в одессу где она у нас как она выглядела вот сравните насколько он был высокий около пяти метров был вообще полностью вся его высота то есть мы видим вокруг это тумбы вот они оригинальные было 12 на каждой тумбе была установлена пушка а это как раз вот стой русско-турецкой войны 1877-1878 годов а позже не позже а потом на эти пушках увидеть орлы вы да пожалуйста и все это было соединено чугунными цепями то есть огромный шутком монумент это был именно склеп это было не могила понятно что потом уже когда большевики приходят все это было разграблено выкинут на поверхность и мы уже никогда не найдем где было собственно говоря захоронение вернее само захоронение родецкого что интересно нет никаких сведений куда сам памятник делся то есть понятно что там что-то металлическое что-то еще те же пушки переплавляли куда-то использовали орлы были бронзовые этого тоже не хватало это куда-то девалось но вот сам памятник родецкому увы и увы опять же локализировали потому что здесь вот у нас начались 2000 года раскопки как раз фундамента всехсвятской церкви и вот по этим всем открыткам фотографиям которые были у коллекционеров просто понимали где она была у нас здесь сейчас можно как определить здесь у нас примерно родецкий справа от него был мавзолей довольно красивый памятник это олегину небезызвестному и справа же от них там начиналась уже церковь ну вот она примерно сейчас часовенка стоит на месте это были уже захоронения строганова и политики то есть они шли три в ряд здесь по описанию например известно что при входе на кладбище с правой стороны был шикарный склеп семья натра тоже всем известны как минимум по авиазаводу куда один из анатро и проводит собственно говоря нынешний 13 трамвай как говорят для того чтобы рабочие могли туда доезжать по остальным конечно это уже тяжелее в конце 19 века был такой интересный период когда городская управа пыталась сделать здесь такой конкретный план на всех захоронений всех участков всего я знаю если потом не добавлялся 24 участка причем вот эта часть за нами она была позже дорезана со стороны молдаванки был специальный участок его уже по во второй половине 19 века дорезали потому что место мест здесь уже не хватало для захоронений мы начали составлять планшеты но как обычно то в одессе деньги выделили подряд долго долго делал причем лучше это делались качественно то есть это было указание как и пустых мест так и уже заполненных это естественно нужно было для чего для того чтобы понимать сколько еще мест для сохранения осталось подрядчик он сделал всего два планшета из шести заказанных но со всеми указаниями но тут городской праве начали понимать что чего-то он там время затягивает а каждый месяц зарплату платят рабочим а вот чем-то еще другим занимается в общем от него позже отказались и решили сделать чуть-чуть по-другому наняли еще одного подрядчика и решили чтобы он на планшетах указывал именно пустые пустые места да еще для захоронений он составляет еще четыре таких планшета его собственно говоря вот эта схема позже объединенных шести планшетов она была составлена в конце концов концу девятнадцатого века но к сожалению она до сих пор не найдена это было бы очень интересная вещь потому что там действительно все по разбивкам участка все это было указано потому что несмотря на то что даже пусть это кладбище появляется 1790 годы уже к середине даже него второй половине к середине девятнадцатого века здесь стало место мало уже для захоронений поэтому поднимались вопросы об отведении новых территорий для новых кладбищ уже это принципе известно это после эпидемии холеры 1848 года остров стал вопрос тем более опять же умерших тоже было немало там более тысячи человек умерла от нее у кого-то хоронили там на карантинном кладбище парке шевченко кого-то возможно на слободском поэтому постепенно начинает но это долго то бюрократическая машина пока она начала раскручивать свою полную силу выделили конечно всем известно тоже следующее кладбище это второе христианское там тоже по нему есть вопросы то есть уже есть документы 1956 57 годов о том что территория была ограждена она уже была выделена и возможно вот захоронения происходили в то время но это нужно еще доказать документально архивно потому что у нас идет история второго христианского то с 1885 года как открытое кладбище для массовых захоронений опять же захоронений продолжались очень долго одни из последних захоронений это были представители семьи дерибас те кто и работал библиотеки публичной научной одно из последних что я читал это 1924 год ну возможно были еще конечно и позже ну по крайней мере пока об этом неизвестно и так мы находимся возле места где когда-то располагалась церковь всех святых всех святых церковь как ее называли сейчас рядом с ней может быть даже на ее месте это часовня с дмитрия солунского которая была уже поставлена на наше время сама церковь тоже была одна из самых старинных церквей в городе вот она была построена в 1820 году вот рядом и кстати с ней видим вот это склеп лиги на олигин это известный математик это профессор нашего университета был плюс он несколько раз исполнял обязанности товарища городского головы ну понимаете товарищ заместитель тогда в то время это был морозли он скончался с не ошибаюсь во франции на он был на лечении уже перевезли сюда по его завещанию и похоронили здесь вообще судьба этого человека интересно потому что вот вы когда-нибудь его фамилию наоборот читали он не законно рожденная его фамилия сына обратно прочитать не нигел ну нигелист то есть нихил то есть там непонятно и там есть несколько версий собственно говоря от кого и чьи его родители но по крайней мере для нашей истории он оставил довольно весомый след и здесь же вот скан конечно не сильно я пытался увеличить это кресты это строганов и там еще плита была я покажу потом как она выглядела потому что эту плиту бросили на стадион январец потом 30-е годы естественно 80 еще да там ее владимир адамович чернецкий еще фотографировал 60-е кажется года и в альбоме а в книге татьяна данцова молдаванки молдаванка есть эта фотография этой плиты которая там лежала куда она делась тоже непонятно вообще не понимаете люди которые эти вещи забирают и куда-нибудь приспосабливают ну что у нас там бордюры подоконники для кого секрет вы сами слышали это уже на наших глазах происходило когда была ну так называемая реставрация воронцовской колоннады воронцовского дворца где вскрывали находили плиты с еврейский кладбище которые были перевернуты ему стилали полы даже когда ребят из мой дом одесса расчищали оранжерею морозли на территории санатория на территории его же скажем так дачи будем говорить все-таки правильно там тоже была найдена одна плита тоже с еврейского кладбища да нет тут нужно понимать с какого то есть или здесь первого или потом уже когда у нас 1973 году начнется снос второго еврейского кладбища ну скорее всего пока с первого потому что я не помню кто крис александр зумбойм писал что при одном из ремонтов 90-е годы это была пушкинская 1 а в парадной меняли подоконник и когда подоконник вскрыли подняли это была могильная плита и там было фамилия шестопаут довольно известная в одессе поэтому кто именно там не понятно был то есть видно куда оно использовалось но в таком количестве которое здесь было за хоронение конечно это ужасно а кстати о количестве отличие захоронений всегда очень тяжело узнать здесь кладбищевские книги я не могу сказать что они не сохранились они не найдены только можем по метрическим записям определять кого здесь хоронили тут же Опять у нас есть минус, потому что католических книг у нас нет в Одессе. Некоторые пишут о более 300 тысяч захоронений. На самом деле, к чему это идет? Потому что Каханский в 1894 году, своем известном путеводителе по Одессе, написал, что на этом кладбище уже около 200 тысяч захоронений. От этого постоянно, от этой цифры у нас идет попытка вычислить, сколько человек похоронено. Потому что всегда очень тяжело это сделать, участки были неравномерные. Даже на любом кладбище, куда бы вы ни пришли, они редко сделаны по участкам, которые имеют у нас одинаковый размер. То есть можно вычислить как? Можно пройти по одному ряду, соответственно, посчитать, сколько там находится могил, и высчитать, сколько примерно в одном. Но, к сожалению, таких вот у нас точных рядов нигде нет. А кто-то уместил в 300 тысяч небольшой крючок? Я пока этим... Я этим данным не доверяю, потому что, опять же, мы не знаем... Мы не знаем, откуда Каханский брал эту информацию. Мы не знаем, сколько десятков тысяч точно. Может, на шифру, как лист? На нолик лишний. Да, вот сюда, ближе. Скажу, что на начало... Я вот не помню, или конец, или начало 20 века... А, нет, начало 20 века на втором христианском уже было 18800 захоронений. Это высчитывали тоже. То есть... Ну, наверное, побольше будет. Ну, оно начало массово использоваться только с 1885 года. Второе христианское... Туда не хотели никого хоронить, потому что это было далеко на то время, казалось бы. Плюс, опять же, там неудобно было ехать, плюс это действовало, и все прекрасно знали, кого здесь хоронят. Как бы известные люди. А там, это же касаемо и второго еврейского. Туда семьи, еврейские семьи не хотели захоронивать своих родственников, потому что это далеко, там воды не было. Ну, в общем, как бы это было для них неприемлемо. Вот, например, это фотография тоже с книги Олега Васильевича Губаря. Это вот в похоронной процессе, там же Радаканаки, например, еще некоторые, как это выглядело в те времена. То есть, понятно, заезжали через центральные ворота. Они же были, кстати, ворота в позднее время единственными. То есть, то, что сейчас там стоит, это вообще ни о чем. Там ничего не было, никакого прохода, ничего. Вот, например, так выглядит билет захоронений на этом кладбище. Причем интересный район Пески. Оригинал? Да, конечно. То, что я могу, оригинал. Здесь сейчас я прочитаю, потом покажу еще раз. 1902 год. Билет, тело сына крестьянина Курской губернии Петра Порфирьевича Зайцева. Семь недель всего лишь ему было. Православный дислексия или диспексия, я не могу сейчас прочитать. В доме Левенцона на Песках. Предан земле 14 февраля 1902 года. Ну, тут уже обычный... А, седьмого года, извините, почерк не помню. Это 1907 год. То есть так они выглядели, но... Кому интересно, можете посмотреть. На Виолите? Не-не-не, это у меня знакомый, он знает. Он перед стараконкой мне показывал раньше сначала. По-моему, это единственный цифр, или ты еще такие экземпляры видел? У меня есть еще один, второе, христианское. Только я вот не помню, там или это 20-е уже годы, то ли дореволюционное. И по-слободскому есть несколько, но там тоже, там уже более 20-е, 30-е годы посмотреть будет. Так это происходило. У нас было много фирм, которые занимались, собственно говоря, погребениями. То есть это одна из самых известных, это господина Апта. Еще был такой Олешенко, он держал свою похоронную контору. Причем, самое удивительное, что он умудрялся еще и быть заведующим большой московской гостиницы. То есть там и там поработать, и там лежат, и там лежат, чего бы и нет. То есть здесь же, например, возле кладбища находились по Преображенской улице напротив привоза все вот эти заведения. Здесь одно время одержали и фотомастерские. То есть мы знаем, что на месте школы на Преображенской, где у нас учился Жванецкий, я забыл сейчас номер 117, если я не ошибаюсь, там была Покровская церковь, Старообрядческая церковь. И рядом с ней находились огромное тоже количество различных заведений, фотоателье. То есть одним из самых известных это был господин Прохницкий. Ну, с такой фамилией сам Бог велел фотографировать. И очень многие, и это обычай, и в долгие время, и в советское время было, сейчас есть это фотографировать покойников в гробу. То есть и Прохницкий этим занимался, он делал обычные тоже снимки. Но были такие, они есть у многих коллекционеров. Ну, я такое не хочу, честно говоря, собирать, поэтому есть такое. Да, наверное. Да. На Мельницкое кладбище. Это какое? Ну, по крайней мере, я слышал упоминания, вот, время этой времени. Мы, когда Воронцов, ну, собственно, нацепал холм уже на тюрьме кладбище, мы провели ревизию всех тюрьме. А, не, ну, там вообще интересная тема. Там на то время доложили Воронцову о 13 чумных кладбищах. Ну, часть из них, получается, 4 из них, это был дальник, 2 татарка прилиманская, потом одно малый фонтан, ну, без указаний, соответственно, мы же не знаем, где это. На Куяльнике как раз вот недалеко, причем на Куяльнике их было 2. Также, кстати, и на Чумке. То есть у нас высокий переулок проходит по еврейскому чумному кладбищу. Православные, христиан и евреев хоронили все равно отдельно. Это также было на Шкодовой горе. Там было чумное кладбище для христиан, чумное кладбище, маленькое еврейское. Ну, там евреев не так много жило, поэтому, соответственно, в чем-то им повезло, что и умерло не так много в те времена. А Мельничная, честно говоря, не помню такое название, поэтому сейчас вам не скажу. Интересно, да, это откуда вы, Евреи, где-то просто помните или где-то прочли? Так, где-то я сейчас не скажу, я помню. Так, вот сейчас у нас интересное, хочу показать, мало кто на это внимание обращал. То есть мы идем по этой аллее, мы уходим сейчас через современную вот эту арку. Ну, она красивая, но ей не место здесь, конечно. Но мы должны понимать, что там ничего не было. Вот этот пролом появится в 1930-е годы, когда здесь безбожно начнут все воровать. А там, кстати, и вечерами, и ночами даже умудрялись еще перезахоранивать отсюда усопших. Но в основном это все воровали отсюда. И сделали этот пролом, пролом, который ведет на улицу Лазарева. Но выход с этого кладбища, сначала здесь были ворота примерно напротив нас. Вот смотрите по... Это можно, в принципе, не только здесь книги посмотреть. Многие карты города Одессы, если вы обратите внимание, давайте так повыше. Вот эта аллея, по которой мы с вами шли, вот церковь. И от церкви ведет выход на Старопортофранковскую. То есть на Месоедовскую, в сторону Месоедовской. То есть ворота были туда. То есть заносили жители, умершие жители Молдаванки, именно с той стороны, через вот эти ворота. Потом, когда это перестало быть необходимым, ну это как произошло? Произошло по мере заполнения этого кладбища. Ну не было уже такого количества здесь похорон, потому что описывали многие. Там иногда в год 150-200, это уже после закрытия в 1880-1990 годы этого кладбища. То есть там уже хоронили в склепах или тоже в участках родственников. И поэтому позднее, здесь эти ворота даже были закрыты, здесь появилась калитка. И там была сторожка. То есть это приблизительно, вот если мы стоим, скорее всего зайти в дом, потому что здесь у нас еще дореволюционные старые дома, это примерно с этой стороны. Здесь примерно у нас был выход. И здесь у нас еще можем сейчас обойти, время пока есть. А здесь сохранилась часть оригинальной ограды этого кладбища. То есть то, что вы видите возле зоопарка, вы должны понимать, что это не ограда колбеченская. Зоопарк в 1937 году появляется, благодаря Генриху Бейзерту. Она начинается уже в советское время. Вы же прекрасно знаете на фонтане улицу Зоопарковую, которая ведет парк Победы. Там уже есть даже, если не ошибаюсь, план, схема 1931 года, где написано на этом нынешнем парке зоопарк. То есть планировали его делать там. Потом что-то не сложилось, и уже в 1930-е годы он появляется, начинает формироваться здесь. Причем некоторое время зверинец располагался и на территории Воронцовского дворца. Ну тогда уже бывшего Воронцовского дворца, естественно. Его история сложная. И, к сожалению, кстати, вот именно постройка зоопарка, это еще хуже, чем парк. Потому что когда строили вольеры, взрывали все и уничтожали. И есть описание, что Феликс Дерибас был похоронен вблизи Ришельевского депо. То есть мы понимаем, что могила Дерибаса, брата нашего основателя города, одного из основателей города, она располагалась именно на территории нынешнего зоопарка. То есть ее физически уничтожили. Если Иосиф Дерибас, ну, к сожалению, он, мягко говоря, сейчас не рядом с нами, в Смоленское кладбище, то вот Феликса, ой, Феликса, к сожалению, мы уже не найдем. Культуры, вы должны понимать, что, скорее всего, это, собственно говоря, то, что когда-то было на могилах. То есть у нас есть, даже об этом писали, такой провал, там спуск в подвал. Ну, его посчитали сначала склепом, но оказалось, что это, в принципе, там какой-то магазин стоял, а это уже подвал. Хотя, опять же, мы понимаем, как его выкапывали. Здесь же неподалеку. Да, мы сейчас, наверное, обойдем, посмотрим. Здесь, кстати, где-то в этом районе, но я в то время не жил, был этот ресторан, если не ошибаюсь, «Волна», где Бенимович написал «Мясоедовская улица моя». То есть он располагался где-то в начале Преображенской со стороны Мясоедовской. Ну, опять же, я уже, я еще в то время, наверное, не родился, когда она была написана. И там, по легенде, то ли он на салфетке ее написал, ну, все песню прекрасно знаете. Бенимович, слава богу, его могилу на втором христианском нашли, перевели в порядок, табличку поставили, кто это такой, чтобы ее на всякий случай на табличке ставить, чтобы не снесли случайно. Да, у нас все уже, конечно, перестроено очень сильно. Сейчас мы... А, ну, видите, тут уже новый забор появился. Там внутри... Да, вот этот камень-ракушняк, который вы видите, это оригинал, этот кусочек. Мы еще будем видеть, конечно, сегодня там большой, большая часть сохранилась. Это забор между христианским кладбищем, магометанским, мусульманским и там еврейским. Там даже калитка сохранилась, которая соединяла эти участки. Извините, в бочках остался. А вот эта часть осталась. И вот у нас еще есть такой домик здесь, неприметный, одноэтажный. Эта калитка, вот она находилась приблизительно, может быть, на месте именно этого дома. Потому что слева, под адресом 55А, это что было? Это морг. Там люди сейчас живут. Ну, анатомический домик его тогда называли. То есть... Это ракуши, да, этого кладбища? Вот это я не могу сказать. Потому что где-то примерно здесь, с Мясоедовской, может, чуть дальше, я не знаю, сохранялся именно тот оригинальный вход. Возможно, это тоже часть дома или что. Вот это у нас, это определил краевед, это человек, который изучал, изучает молдаванку. Это Татьяна Донцова. Она как раз и написала про то, что это, собственно говоря, домик. Она нашла архивные сведения. Это именно анатомический покой. Вот здесь у нас справа, это одна из бывших богоделин. Это инвалидный дом. В советское время понятно, что он использовался уже не по назначению. Оно нужно учесть, что здесь с 1941 по 1944 год, если я не ошибаюсь, находилась Всехсвятская церковь. Ту же снесли, конечно. Во время румынской оккупации на месте церкви поставили крест. Ну, румыны думали, что ненадолго, что не восстановят эту церковь. Но в то время все богослужения проводились именно в этом здании. А вот это у нас считается дом Причта, который был построен, в принципе, чуть позже, наверное, чем сам храм, который находится на территории Превженского парка, то есть 1820-30 годы. Там еще можно... Ну, во дворик я не буду сейчас заходить, реакции разные. Вот, например, письмо 1911 года. Как раз вы видите Одесса, христианское кладбище, это сейчас церковный дом. Открытка, да? Да, это открытка, я не помню откуда, но открытка Вены, поэтому подразумеваю, что, возможно, Вена. Ольги Емельяновне, госпожи Кузьминой, ну, скорее всего, это матушка была или еще кто-то, ну, тут не написано кто. То есть мы понимаем, что при каждой принципе церкви были такие кричитовые дома. Я вот все бьюсь, добиваюсь, где на втором христианском жили священнослужители, потому что во многих газетах пишется, что священнослужители, которые проживают там, а где там, я не знаю, на ближних мельницах точно не было, по крайней мере, я пока не встречал. Так что у нас, по крайней мере, сохранилось... Ай-яй-яй-яй. Расходятся через дорогу. Они могли жить через дорогу. Там через дорогу, возможно, только Бреуса или в сторону Воронцовки. Ну, посмотрим. Там есть некоторые сведения, что на самом кладбище были дома. Возможно, что еще помнят кладбище, которое здесь было, хотя есть, видите, очень много молодых деревьев. Сейчас мы с вами подойдем вглубь парка. Там есть такой импровизированный мемориал, там стоит деревянный крест. Но интересно, что вот под крестом лежит каменное надгробие, которое, я говорил, мы часто называем казацкие кресты. Это каменный крест, который, видимо, при каких-то работах. Ну, так еще бывает, что дождями даже может вымыть. Тут, как бы, многие находили и череп лежал, или кости. То есть, это все происходит не из-за того, что это из могил выходит. На самом деле, нет, это неправильно. Могилы тогда копали нормально, около двух метров. То есть, склепы, да. Это то, что разграбили. Они же выкидывали просто все эти кости, останки, естественно, просто на улицу. Оно постепенно покрывалось, скажем так, культурным слоем, бескультурным того времени. И вот теперь мы после дождей или каких-то работ это находим, потому что они близко, собственно говоря, находятся к нам. Итак, мы видим здесь на небольшой полянке. Мы сейчас подойдем. Такой деревянный крест. На нем есть надпись, даты. Но это современный. Понятно, он был установлен уже в 90-е годы. И посмотрим, что интересно. Вот мы видим, ну, по крайней мере, кроме тех четырех тумб, это оригинальный памятник Святого Клавовича. То есть, мы еще можем кое-что увидеть на перенесенной, на втором христианском. Я чуть позже покажу этим фотографиям. И крест, который установлен в наше время. То есть, здесь есть такая вырезанная надпись. В 91-м году казакам черноморским, вызволителям за, не вижу, забудовникам и меценатам Чищо Тавецлава, Кочубе и Одесса вид войнев, начатки вийского. Что же, он, конечно, погнил очень хорошо Черноморье. Я сначала Таханрог почитал. Ну, конечно, ему уже больше 30 лет поставлен здесь был. Ну, на самом деле, сказать, что именно на этом участке хоронили или там потомков, или представителей, собственно говоря, казаков, нет. Конечно, об этом невозможно пока с точностью говорить. Скорее всего, просто выбрали, какое-то место для мемориального знака. Понятно, что они здесь были. Да, у нас один из деятелей, не буду называть его фамилию, когда-то там писал про атамана Головатова, что он умер 150 лет и был похоронен здесь, в Одессе. Он и не в 150, и не в Одессе, естественно, похоронен. Андрей вспомнил Геннадия Калугина. Я вспомнил, что Геннадий Калугин тоже мой сосед со двора. Я сегодня вспоминал Владимира Миняева, артиста одесского кино и театра. А Геннадий Калугин он умер вот два года? Ковид, да. 24-й участок Второго Христианского кладбища. Будут ли кто-то за ним? У него там вроде племянник есть, кто будет за ним? Геннадий Калугин, мы с ним прогуливались по-соседски, он немного чего рассказал именно в Преображенском парке и, соответственно, на Старом кладбище. И вроде как даже он первый поднял этот вопрос еще в 80-х годах. Да, о мемориале он много писал. Да, да, да. Поэтому именно Геннадию Калугину принадлежит вот эта инициатива первая в Одессе заговорить о первом кладбище Одессы, в принципе, да. и, конечно, это надо было записывать на видео или на диктофон, то, что он говорил, как пороги он обивал, какие бумаги писали, как его обещали, но мемориальным парк Преображенским он же так и не стал официально. Он просто парк Преображенский и мемориал, вот то, что мы сегодня Андрей показывал, то, что соорудили несколько лет назад, это, по-моему, вершина всего того, чего могло сделать власть. Но, тем не менее, Геннадий Калугин, такой упомянутый, это его то, что надо помнить. Да, он много занимался именно этой проблематикой и изучением памятников, причем, в советское время понятно, каких, но уже во времена независимости совсем другие темы. Итак, здесь мы с вами посмотрим пару фотографий. Опять же, это сделано тем исследователем Владимиром Смирновым. Вот, например, у нас группа могил возле церкви. Здесь же могила художника Кастанди. Вот она. Ее, именно ее перенесли на Второе Христианское. Отсюда же, кстати, рядом с ним был похоронен Тит Яковлевич Дворников. Его тоже туда перезахоронили рядом с Кастанди. Это произошло в 37-м, в 35-м или в 36-м году еще, естественно, до сноса. Но опять же, вот это могила Лигина, более, видим, это фамилия Склеп Сансенбахера, Вильгельма, все знают, педной король, основатель железного цирка Сансенбахер. Ну, там вообще семья вся известная была, кроме одного из сыновей. Вот этот памятник тоже был перенесен. Здесь, что интересно, мы видим, это могила Софии Вернетта и Септимия Вернетта. Кто-то такие были, Септимия Вернетта, его отец Франц и его сыновья, это были известные мраморщики. Они многое в Одессе устанавливали. Фонтан Гурсаду, обращайте внимание, там написано С. Вернетта, это Септимия Вернетта. Франц Вернетта, например, ставил памятник, посвященный воинам Крымской войны, на кладбище в парке Шевченко, где было карантинное кладбище, именно Франц Вернетта ставил это надгробие. Оно, кстати, сохранялось еще до... Оно в справочнике вся Одесса 1930-х год еще фигурирует. То есть, его неправильно идентифицировали, написали памятник 77 воинам-караимам. На самом деле, это караимское общество выделило деньги на постройку памятника над могилами погибших солдат в Крымской войне. То есть, там нет караимов, но за их деньги. Причем, кстати, Франц Вернетта на этом же кладбище, если здесь будет, я покажу фотография, устанавливает памятник над могилой Уилла Джиффорда. Это капитан известного нам судна на Мелле было уничтожено. В принципе, имя же и было уничтожено. Тогда Джиффорда оторвало две ноги, его спасти пытались, но не получилось. Он умер. И вот иногда ошибочно приписывают, что он был на карантин, в кладбище похоронен. Нет. Но опять же, некоторых воинов, например, те, кто потеряла наша сторона, это два солдата, их похоронили возле нынешней церкви Марии Магдалины. Там, где раньше было кладбище Воскресенской церкви. Восьмая какая-то у нас, скорее всего, на своей же фирме этот памятник и делают. Причем, здесь мы не видим за деревьев. Там, внутри памятника есть приоткрытая дверь. Это не просто стелла какая-то. Его потом, наверное, решили не уничтожать. Коммунистам понравилось. Его установили на втором христианском кладбище, но сделали как памятник над... Ну, это памятник Кенотав возле участка, где были похоронены политкаторжане. И сейчас сзади, на его тыльной стороне есть, если не ошибаюсь, 33 фамилии тех политкаторжан, которые хоронили вот как раз на этом участке. Ну, могила, верно, это, понятно, у нас не сохранилось. Так, ну и самых интересных, вот, кстати, склеп Анатра, о котором говорят, что... Говорили в те времена, что он был где-то вот при входе с правой стороны. Склепов было здесь очень много. Фамильный склеп Яловиковых, тоже такой псевдорусский стиль. На втором христианском есть похожие два склепа, тоже сделаны с красного кирпича, они еще сохранились до сих пор. Понятно, что они... Да, они... уже давным-давно не как склепы. Склеп Новиковых, тоже фамилия известна, водопроводная, канатный завод, Новиков мост. Это представители как раз вот этой семьи, тоже их хоронили здесь. Так, что у нас еще есть интересного? Ну, фамильный склеп Панкеевых, тоже, думаю, фамилия многим известна, особенно, кто у нас любит Васильевку проехаться или по Морозлиевской прогуляться. То есть дом на Морозлиевской 20, всем известен. Его строил, конечно, не Панкеев, они выкупили, это дом Карла Дороси был. Панкеевы внутри уже флигель пристроили, потом двухэтажный, теперь уже трехэтажный, несколько лет назад. Ну, они же владели, у дубецких они выкупают имение Васильевки. Ну, и мы знаем самого главного героя. То есть сын Константина Матвеевича, Сихоженька, страдал, да, болезнью. Опять же, все это произошло именно в Васильевке. Там ему приснился этот известный сон. Там же этот был, собственно говоря, сад напротив окна, где ему казалось, что он увидел вот этих белых волков, которые сидят на ветвях и посылают ему какие-то неизвестные знаки глазами. То есть все это происходило именно там. Там довольно часто бывал художник Герасим Головков, который оставил после себя, слава Богу, много картин, которые хранятся почему-то даже не только не в Одессе, но и не в Украине, но и не в России, но в Америке, в Колумбийском университете. Тут что интересно еще. Я уже говорил, участок самоубийств где-то был здесь неподалеку. Кроме того, что здесь был похоронен сам Константин Панкеев, позднее, после его смерти, покончила жизнь самоубийством его дочь Анны Панкеева, но ее похоронили в этом склепе. Потом уже ее мать, она выделила 100 тысяч рублей на слободке построили на территории городской больницы. Одно из отделений получило имя, как раз память Анны Панкеевой. Когда-то покойный краевед Сергей Зинович Лучник туда пытался пройти, чтобы посмотреть, сфотографировать, потому что там была табличка памяти Анны Панкеевой, если она сохранилась, конечно, до революционных времен. Но его туда или не пустили, ну, в общем, не удалось ему туда попасть. Я думаю, если когда-то у меня получится, я все-таки найду ее. По крайней мере, то место, которое было там. Склеп Пруссова тоже. Сына керманского городского головы. Сам у нас очень известный человек, меценат, коллекционер. К сожалению, вот именно то здание, которое бы хотелось в начале торговой, это его картинная галерея, ставшая одна из первых в Одессе. Она, к сожалению, была разрушена во времена той войны. Но мы знаем его домовладения, самый известный дом Руссова вообще не нуждается в представлениях. Ну и большинство его домов, это торговая, Софиевская, плюс Коблевская, тоже небезынтересный дом, 38А, если я сейчас не путаю, это дом с сфинксами. То есть, сфинкс остался-то один, конечно, но у меня есть фотография, правда, где еще два сфинкса. Ну, надеюсь, что хоть... Не случилось? Я думаю, от времени. Второй-то остался. Так, что у нас еще? Такое. Вот, кстати, могила Феликса Дерибаса, о том, что я уже говорил, она была на территории как раз вот нынешнего зоопарка. Ага, что ли? Ну, а как, в принципе, и у Иосифа Дерибаса тоже плита на Смоленском кладбище. И сейчас у Александра Михайловича Дерибаса, например, тоже плиту поставили, хотя там совсем другой был памятник. Это интересная могила, о ней писали многие справы. Что? Не точнее. Не знаю, не читал. А тут написана даже неизвестная могила, могила в кавычках Софии. На каждом кладбище есть свои легенды. У нас на кладбище легенды абсолютно неинтересные, все притянутые за уши. Но, опять же, о ней ходили легенды, что якобы, без, конечно, каких-либо имен, фамилий, что якобы девушка, она с кем-то загуляла, забеременела, мать ее прокляла. Девушка беременная умерла, и, в общем, ее дух витал над этим памятником. Но, что самое интересное, действительно, было страшно, потому что до революционных времен какой-то умный человек по бокам этого памятника поставил пустые бутылки открытые. И когда ветер дул, он издавал такие довольно неприятные звуки, что действительно было, наверное, неприятно это здесь слышать. Потому что, опять же, Владимир Смирнов записывал эти легенды, но об этой могиле писали наши справочники, тоже Каханский упоминает эту могилу Софии. Потому что есть там легенды про могилу вампира, якобы во времена Лонжерона уже. Здесь, в Одессе, проживал какой-то итальянский подданный, красавец, богатый, всеми уважаемый. Но одно было но. Днем его никто не видел. Он выходил сюда вечером, заходил к кому-то в гости, к красивым женщинам города, а те постоянно, постепенно бледнели, херели, а потом умирали. Никто не мог найти, умирали от малокровия. В общем, потом, якобы, я не понимаю, каким образом этот бессмертный вампир умер, его хоронили здесь. И якобы это рассказывает один из охранников, ну того времени, сторожей, не охранников, конечно, того времени этого кладбища, что его отец, этого сторожа, как-то раз, уже 20 лет, как умершего, этого итальянца здесь встретил. Они, типа, друг друга, якобы, вроде узнали. Тот итальянский вампир упустил сверток, в этой свертке был дно Денец. В общем, там, ну, это же Смирнов записывает уже 100 лет назад, современные интернетовские какие-то придуманные байки. Нет, это было так. Ну, и остальные такие, более мелкие, то есть, как бы, такого что-либо интересного. И скажу так, я не слышал там и по-второму что-то такого, прямо уже основанное на реальных событиях. Да, на втором, если интересно, это склеп Дорофея Трульчьянова, где мне говорят, но я этого не слышал, не видел, проводят обряды экзорцизма. То есть, да, там это есть. Вроде бы, Свято-Иверского монастыря, там, священник, вроде там он проводил или проводит, сейчас не знаю. Ну, такая, как бы, это не легенда, но некоторые люди рассказывают об этом. Что мы видим слева, вот на данный момент, сейчас это уже будет мусульманское кладбище. Сзади меня, но мы еще вернемся, сзади нас, это у нас будет караимское, ну, дальше еврейское, но в ту сторону мы еще с вами пойдем. Еще нормально сохранившийся целый забор, вот это как раз разделитель, христианское мы стоим, а вот это справа от нас мусульманское, ну, магометанское кладбище, как его раньше называли. И еще, чтобы, в принципе, пока, наверное, закончить тему, я буквально 2 минуты. Наверное, одно из самых, как не то, что спорных, таких интересных, если это можно выразить, захоронения, это, конечно, Вера Холодная. То есть, до сих пор мы не знаем точно, то есть, она была, да, здесь похоронена. У нас в последние годы, на ради десятилетия возникли вот эти кучи легенд, как она умерла. У нас есть, как бы, определенный стандарт, который, наверное, сформировался сразу после смерти, эта эпидемия, тогда эта испанка была грипп. многие тогда, многие миллионы по Европе умерли, то есть, она скончалась от этого. В наши времена, и благодаря некоторым писателям, и потом еще сериал сняли, «Гроба из Одессы», появились эти легенды, что Вера Холодная, она работала на красных, работала на белых, была двойным агентом, там ее отравили цветами, там ее не отравили цветами, но, в общем, сам факт, что молодая, самая известная актриса этого времени, как ее так уже, эпитет, королева анимого кино, началась в Одессе, она последние около двух лет, полтора года находилась в нашем городе, снималась в фильмах, кое-что сохранилось, вы можете это в Ютюбе посмотреть. В Ютюбе, кстати, вы можете посмотреть вот эту небольшую хронику ее похорон, когда ее отпевали Спаса в Преображенском соборе, на руках несли по Преображенской улице, соответственно, заносили на территорию старого кладбища. Ее гроб оставили в склепе одной из артисток, стоси, если не ошибаюсь, которая скончалась до нее, и потом как бы судьба этого захоронения опять же стала просто уже домыслами. Есть, как вы знаете, на Втором Христианском возле режиссера, который снимал Веру Холодную, Левченко, Чердынина, ну, скорее всего, это кинотаф, то есть там небольшой памятный знак, рассказывали о том, что как раз его установили тогда, когда одна из дочерей Веры Холодной приезжала в Одессу, и вот работники киностудии, казачки Вадим Костроменко, покойный, эту легенду, и он ее описывал в своих книгах и рассказывал, когда мы были у него, еще одно предположение тоже, вот Олег Васильевич Губарь когда-то говорил, что получается, Чердынин умер в 36-м году, и, возможно, когда он умер, ее перезахоронили тоже в то время, потому что это был режиссер, который снимал, ну, это такой маленький процент, что это возможно так было действительно, то есть, а на самом деле, ну, я так понимаю, что, скорее всего, она где-то здесь и осталась, кто-то писал о каких-то указах, бумажках в 30-х годах, чтобы ее перезахоронили в Москву, то есть, это тоже есть версия, но, к сожалению, мы, надеюсь, что когда-нибудь узнаем, вот так, открытки в Одессе, которые выходили тогда, посвященные актрисе, она была очень популярная, десятки открыток, это уже наше время, это уже было выпущено, конверты Марка, и открытка специальная, карт максимум, ну, это тоже вот уже современные открытки, которые выходят, посвященные актрисе, хоть из нас практически никто, ни мой кино не смотрит, но все знают, кто это. Так, здесь у нас, с левой стороны, тоже бывшая богодельня, это Спиридоновское уже богодельное отделение, там внутри еще сохранилось двухэтажное административное здание, на самом углу, вот вы видите, такое зеленое здание, высокий переулок, это все то же самое еще здание богодельня, но оно было одноэтажным, в советские времена второй этаж настроили, теперь, как кажется, второй и третий этаж появились, первый этаж это оригинал богодельня, второй и третий, это уже после 30-х годов появляется постройка, и вот эта вся территория, получается, если ее даже сейчас обойти, вы увидите, что это треугольник, ее так и называли, треугольная площадь. По некоторым предположениям, вот эти вот вороты, которые мы видим, это и есть ворота мусульманской, магометанской кладбища. Что интересно, это кладбище появляется намного позже, чем сам, само христианское, еврейское, только в 1859 году, вот эта часть земли была отведена для захоронений мусульман. Кто мне скажет, а где мусульман же хоронили тогда, до 1859 года? Где? На территории скакового поля, ипподром. Ну, теперь уже никто не скажет, потому что есть описание о том, что к тому времени там уже было около 500 захоронений, то есть это уже такое небольшое, но кладбище там было. Потом его, когда здесь выделили участок, оградили забором, а что с ним случилось потом? Видимо, уже... Вот, вы видите план скопировка ворот мусульманского кладбища. Можете сравнить? Вот одна из версий, что вот эти ворота, это как бы частично перестроенные, сохранившиеся вот именно эти. Участник нашего клуба Загира Булаевич Калмюкова как раз в своих воспоминаниях об отце... Да, да, я читал, да, есть. Рассказывает, что именно эти ворота держат мусульманского кладбища. Потому что один из первых, кто это был Абдулла Акипов, он именно был, продвигал то, что здесь была построена небольшая мечеть. Ну, это был молельный домик, назовем он так, мечеть здесь так и не реализовалась. Она находилась с правой стороны, с левой стороны был домик, там внутри еще был парк, там был фонтан, парк, и только за парком начиналось и кладбище. Ну, понятно, что мусульман в Одессе было, ну, не так уж много, поэтому им огромный участок был особо и не нужен. Потому что уже в 70-е годы появился проект постройки здесь, вот, например, такой настоящий мечеть. Это проект архитектора Шейнца, но он не был реализован. То есть здесь, как и у нас, находилась небольшая молельная, ее снесли, она не сохранилась. То есть, соответственно, не успели построить. Ну, понятно, что потом уже вся эта территория, уже сколько лет здесь находится, СТО, к сожалению. И вот здесь один из выдающихся краеведов прошлого, Владимир Адамович Чернецкий, когда-то сфотографировал, вот на территории стадиона лежала вот эта могильная плита. Это плита первого почетного гражданина города Одессы, Строганова. Причем, как и в документах, так и на плите вы видите правильное написание фамилии. И мост, кстати, так называется. Кто был в историко-кроведческом музее, видели, там есть закладная, ну, не закладная табличка, табличка Строгановского моста, того оригинального, который начали советы перестраивать. Строгановский мост, на могиле Строганов. Он подписывал Строганов. Ну, не Строганов он. Поэтому... Ну, опять же, у нас уже настолько привыкли, как улицу Мельницкую. Она никогда не была Мельницкой. Она всю жизнь была до революции Мельничной. Ее должны были назвать Мельничной. Но у нас ее, в общем, решили Мельницкой обозвать в 95-м году. Здесь единственный пока вопрос, но исследователи вроде как бы утверждают, что здесь уже было за этой стеной еврейское кладбище. Просто, как бы, если даже посмотреть мы должны понимать, что вот эта часть это у нас еще зоопарк. То есть, как бы, мы вот так где-то сейчас стоим. Возможно, это был еще вход в Караимское. Потому что мы сейчас пройдем дальше и там эта стена поворачивает направо. Возможно, все-таки этот вход был не на еврейское кладбище. И почему я говорю, что возможно это все-таки на Караимский участок? Потому что здесь у нас уже заканчивается стена. Она поворачивает направо. И вот эта уже территория с водопроводной. Потом она г-образно поворачивает высокий привилок это было еврейское кладбище и что-то вот у меня есть узкий про как бы проход проезд да и вот это вот не но это про моего прошли да это раздел между магометанским и а вот мы сейчас находимся или вот здесь или здесь еще какой-то был забор и вот эта калитка ведет на евреи на это положение ли гости губаря вот это перестроенные маленькие здания это были места собственно говоря для прощания с евреями то есть такие да вроде как он писал что с левой стороны перед поворотом направо очень сильно перестроенные здания это вот были вот эти места суставы ряну как ему сказать пивание не отпевали конечно евреи вот возможно они вот эти перестроенные сохранились что вот эта дорога она была уже и тогда очень много было шума гамма с тем что здесь у нас же жилые дома уже были и там принадлежала господину не гарину это я покажу гарина потом михайловскому и постоянно ему не нравилось что вот у него здесь дом здесь постоянно евреев хоронят ну представляете это же не просто тихо это же чтение постоянно это собственно говоря ну не всем никому не понравится вот смотрите это домик как был когда еще смирнов фотографировал окно так и осталось одно вот видите и мы со стороны кладбища на ночь и смотрим вот и сзади нас и мы стоим сейчас на еврейских могилах вот как они выглядели и вот сравнение вот этот дом к чему мы сейчас прицепились так он чем так развернуть ну давайте да развернем сейчас я так будет понятие мы раньше заходили во двор сейчас закрыли школы там было было и более интересно мы видим и обычно в гробе и могилы раввинов которые вот домики перед нами стоят вот так это выглядело тогда вот это справа скорее всего как раз дом челхана коглу который сохранился который зелененький находится вот в этой книге было несколько таких фотографий именно еврейского кладбища вот это это мацевы у нас в городе больше нигде мацев не сохранилась то есть вот это нагробная плита еврейская то есть у нас сейчас кому когда евреев хронят там абсолютно не ничем сейчас не отличается от крестьянских ну кресты только мацева до мацева этот запас сатанов например чертков там очень хорошо сохранившиеся еврейские кладбища вот с ними вот который сам показу вот еще несколько буквально групп могил от еврейское кладбище это то что успел сфотографировать смирнов потом у нас еще когда была попытка но не она не была только попытка его основали музей старая одесса который находился на первом этаже музея западного восточного искусства сфотографировали еще несколько могил но опять же они все не подписаны и кто мы здесь сказать не можем потому что из известных вот она первая янкель рублев который был там на стене вот казалось бы с ну с янкелем все понятно да кто это такое почему рублев это один из первых менял города одессы вспомните вы на рассчитали слышали на экскурсиях решилиевского галдерибасов как и менялась и деле за столиком покрытым зеленым сукном и у них была куча там генеи талеров и они за все меняли вот это рублев и получил свою ну как бы кличку новую фамилию и этот род очень долго в одессе проживал возможно сейчас они еще остались я не знаю здесь же например похоронен на отец известного ну как бы даже не основателя продолжателя дела льва шерштейна который гидропатическое свое заведение открыл это тогда греческая юрия лейшая современная на не сохранилась но его отец первому открыл но по некоторым данным находилась двух верстах от города а по некоторым находилась начале в конце преображенской до сих пор пока неизвестно вот его нет это сделано было не умеет это еще старая христианская не успели сфотографировать это 23 год это уже другой фотограф вот видим еще старая христианская непонятно конечно по фотография вот над гробки старого еврейского кладовища к сожалению их немного вот тоже мацео окно это у нас уже кстати пещерные дома старая одесса да это 20 как у 29-го года да кривобалка тоже там вопрос ну кто там понятно вопрос как она там оказалась очень интересная до сих пор то есть вот это само кладбище оно шло от как где сейчас школа стоит школа на месте кладбища когда церковь всехслядскую разрушили понятно куда камень ели да у меня есть альбом посвященный истории этой школы когда-то купил он правда заканчивается где-то восьмидесятыми годами там 1 директора учителя фотографий летопись альбом и там упоминается кстати что сторож этого кладбища стал первым сторожем этой школы с места работы он не поменял лавского вот выдают участок где полировка это было его дом его семьи здесь он не сохранился а нас кроме зеленого домика интересует все думаю многие знают что это такое это как раз часть тех ворот где на когда-то на ней была надпись что это кладбище основано в 1792 году а и собственно говоря вот эти ворота здесь были вот это они вели в этот переулок то есть мы сейчас чуть-чуть уже левее заходим а раньше-то прямо шло и вот да вот видим что вот эти все пристройки не современные а из-за этого входа из этих больших ворот просто дом сделали жилой я вообще не понимаю как можно жить но живут до сих пор там люди есть а справа располагалась как раз фабрика уже челхана коглу который делал собственно говоря холлу как я вам и говорил давайте к скамеечка еще чуть-чуть по еврейскому кладбищу по первому что бы второму сейчас как бы особо материалов нет тоже переиздание вот как раз этого человека самуила пена который писал про первое захоронение здесь видите 1903 год еврейская старина это небольшая брошюрка была я уже в наше время переиздали просто еще раз и вот он здесь описывает несколько захоронений которые он видел него сейчас мы прочитаем над воротами этого кладбища еврейского красуется надпись сооружено в 1792 году надгробные памятники подтверждают эту надпись проникните в кладбище через стену отделяющую караимское кладбище от еврейского и вашим глазам предстанет плита со следующей надписью здесь он цитирует первый надгробный камень кладбище и здесь похоронен человек честный добронравный раби мейер сын ицхока левита успокоился 13 ниссана 5 ну это их ли это очистение в общем в апреле 1793 года то есть захоронение 93 года то есть он больше как бы уже это не комментируют но следующее захоронение которое было при нем уже сохранившиеся следующий уцелевший памятник относится уже к 1806 году тут конечно как бы или просто что-то уже не сохранилась более старая к тому времени или действительно возможно то версия о том что это было первое надгробный камень перезахоронения возможно она имеет тоже право на свою жизнь потому что здесь кстати 1806 год похоронен это он уже писать этих родственников первого собственно врячь человека здесь же он пишет и про янкеля рублева здесь похоронен раби яков арон зеев сын раби мардухая и пишет о том что это был очень уважаемый человек с тени сандалии с ног своих о прохожий ибо место на котором ты стоишь земля святая то есть это было обитать и на памятнике рублева общем кроме того что это был меняла он был и домовладельцем и он принял активное участие в ликвидации чумы 1812 года за что его решили я хотел наградить даже денежно но рублев от этого отказался казалось бы да у нас всегда есть какое-то отношение еврею человек отказался от денег потому что посчитал что он сделал свое дело для своего родного города но это у нас опять же мы уже не проверим единственная как бы проблема с самуилом пеном что нет ни рисунков не чертежей ничего к сожалению когда 1903 год фотографии уже было и справа мы знаем что как бы сам этот ансамбль кладбище он продолжается он не имеет отношения никакого конечно к старому кладбищу потому что она заканчивала старым высоким переулком но там у нас всем известна чумка у нас в одессе первая чума появляется уже в 1797 году ну а это были такие небольшие вспышки которые локализовали еще на месте то ли на кораблях поле вообще в карантине а вот это уже свидетельство чумы эпидемии 1812 года 1827 года когда людей хоронили там то есть никакой нас и конечно не было это было огороженное место где просто закапывали всех закидывали тагишон и известий вот эти мортусы ездили с баграми которые таскали все вот эти ну а это легенда которая так с детства слышал то что да якобы обвешенные полностью драгоценностями они умирали стойка чумы но из рук пачку ассигнации они не выпускали золотых монет и хоронили вместе с ними естественно золотыми перстнями и цепями здесь ну на самом деле действительно вряд ли кто-то в то время мародерничал понимали что как для них это может закончить за но вряд ли человек который больной умиравший имел при себе что-либо но какие-то может быть украшения там очень маленькие и у нас постоянно это были легендам даже кто-то копал уже позднее тоже известна драгоутинская команда которая занималась мощением дорог в одессе постройка многих зданий общественных то есть какая-то была арестантская команда то были собственно арестованы которые работали на благо города и вот когда они мастили дороги города то что оставалось от того ракушника камня которым они мастили они привозили сюда это строительный грубо говоря мусор постепенно насыпали над захоронениями от тех могил кто умер от чумы и постепенно у нас выросла чумка то в 1850 годы еще при графе в воронцове хотели там поставить мемориальный знак вернее его поставили только камень там должен был еще быть памятник но позже видимо после смерти уже князя воронцова про это забыли он там долгое годы лежал и слел и куда он делся тоже неизвестно это же место описывает александр дереба старой одессе он туда поднимался на целый был городок где бродяги жили один бродяга при нем начинает раскуривать трубку на которой было выгравировано тигр многие на расслышали тоже эти истории что якобы из обломков фрегата тигр потом у нас делали якобы сувениры но опять же писали том что не только делали сувениры из этого остатков фрегата но еще просто делали из любого дерева эти сувениры как у нас в одессе и всегда бывает и якобы выдавали что это именно прямо из штурвала лично капитана трубка сделала но дереба с это фиксировал поднимался он видел кто там живет как это все происходило но почти в центре города было такое место где у нас проживали бродяги одно время я знаю это что то же то время там собирались выращивать шампиньоны тоже как-то не сложилось в наши годы вы знаете там станция стоянка машин автомобилей скорой помощи то есть как бы принципе ничего особо не меняется там при подъеме я несколько лет назад туда поднимался просто стоит деревянный крест без каких-либо надписей и скажу так одному уж что не подниматься там тоже до сих пор этот городок только уже не бродяха чуть-чуть других элементов там они есть и что самое интересное я уже об этом говорил что при вот этой эпидемии как это все не происходило но евреев хорнили отдельно вот есть не есть предположение точно известно что участки были отдельные и скорее всего еврейские захоронения как раз вот примерно где сейчас высокий переулок она была естественно меньше чем христианская и уже позднее у нас там прожжен переулок на собственно говоря молдаванку так ну на этом я сегодня буду завершать я думаю хоть как-то контурно мы с вами поговорили очертили те моменты истории этого огромнейшего кладбища которая здесь находилась его было снесено много работ посвященных я почти все их сегодня показал и гигантская работа проделана олегом свеча губарем на основе фотоматериалов то что мы сегодня видели владимира смирнова то есть и книги и статьи виктора голова не историка одесского и татьяна донцова своей книги по молдаванке уделяет довольно большое внимание этим местам поэтому как бы история его более-менее известна хотя в ней конечно очень много еще лакун темных белых пятен вернее поэтому будем дальше даст бог искать и спасибо вам большое за внимание спасибо